Здравствуйте, Игорь. Приветствую. Итак, по итогу этого сюжета, значит, эксперты советуют особо не доверять таким пессимистическим опросам касательно отношения американцев к продлению и поддержке Украины. Заверяют, что такая поддержка сохраняется, на самом деле сохраняется на двухпартийном уровне в США, но и все в один голос говорят, что 2024 год, когда США будут принимать саммит НАТО, он должен стать решающим для нашей страны, только когда ты являешься частью НАТО, становишься и частью механизма, где есть четкая система безопасности. Что можете добавить к сюжету, к услышанному? Ну, смотрите, какие-то сомнения по поводу падения поддержки, они действительно не являются обоснованными. Почему? Потому что, ну, во-первых, в Штатах достаточно регулярно проводятся опросы, и они иногда зависят от каких-то внутриполитических баталий, которые активизировались в последнее время в этой стране. И вопросы, например, внешней политики, они там, скажем так, отходят на второй план. И с этим может быть связано некоторое колебание касательно поддержки Украины. Что касается чисто политического фактора, то двухпартийная и двупалатная поддержка на самом деле сохраняется. Мы же это видим по заявлениям, мы это видим по визитам, в том числе представителей, например, республиканской партии в Киев, которые регулярно сюда приезжают. И, поверьте, в некоторых вопросах они гораздо более радикальны, чем демократы с точки зрения помощи Украины. То есть они говорят о том, что и больше оружия, и другое оружие там надо было бы давать Украине с самого начала. Поэтому в этом плане нет никаких проблем. Здесь больше проблема чисто внутриполитического плана, поскольку... И, кстати, это даже проблема не американская, это проблема вообще республиканцев. У них партия пребывает в достаточно серьезном кризисе, и этот кризис связан с тем, что агрессивное меньшинство в этой партии, ну агрессивное с политической точки зрения, просто не дает возможности реализовать какие-то нормальные компромиссные инициативы. И, кстати, Соединенные Штаты Америки в целом как страна стали на определенном этапе даже заложниками этой внутрипартийной конкуренции. Почему? Потому что спикера-то кто снял предыдущего? И к чему это привело? К тому, что страна реально может оказаться в ситуации шатдауна, если они не выберут нового спикера. И кто от этого пострадает? Пока выбрать не могут. Да, пока не могут. От этого в первую очередь пострадают сами американцы, причем достаточное большое количество тех, кто относится к государственным служащим, и которым по правилам, которые действуют в США во время шатдауна, просто не платят заработную плату. То есть люди отправляются в отпуск за свой счет. Что-то мне подсказывает, что все эти люди, которые играют основную роль вообще в развитии государства и функционировании государства. Потому что это и госслужащие, и служащие различных там библиотек, учителя, значительная часть представителей правоохранительных органов. Там какая-то часть выходит, но какую-то часть, которая занимается больше, знаете, такой аналитической там работой и так далее, их отправляют в эти отпуска. То есть без них как бы страна нормально функционировать не сможет. Поэтому это вопрос даже не столько там про Украину. Поверьте, она в этих раскладах стоит далеко не на первом месте. То, что там Россия пытается это использовать и разгонять вот этот тезис, что там падает поддержка Украины или из-за Украины американцы ссорятся, это на самом деле не так. Почему? Потому что на самом деле у большинства конгрессменов и сенаторов есть четкое понимание, что поддержка Украины это соответствие национальным интересам Соединенных Штатов Америки. И нам надо к этому очень спокойно относиться. Что, конечно, что, конечно, не отменяя этого факта, это у вас, кстати, в сюжете очень хорошо было показано, что нужно усиливать в том числе и сотрудничество, и какую-то межпарламентскую дипломатию, и, скажем так, публичную дипломатию, когда граждане через какие-то свои каналы, общественные организации тоже доносят необходимость там помощи, поддержки и так далее. У нас это, кстати, очень неплохо получалось. Здесь огромное спасибо нашей диаспоре, которая есть в Штатах, и которая, в принципе, на себя берет значительную часть вот этой работы. Поэтому я думаю, что все будет на самом деле, точнее так, все закончится позитивно. Разберутся сначала со спикером, потом разберутся с бюджетом, потому что это вопрос же для Соединенных Штатов. И в этом бюджете, либо конкретно в самом теле бюджета, или отдельным законом будет принята помощь как Украине, так и Израилю, поскольку сейчас две горячие точки. И у Байдена есть такая идея, вот как бы объединить эту помощь. Да, Бомберг сейчас сообщает, что Байден может запросить у Конгресса около 100 миллиардов на помощь Украине и Израилю. На помощь Украине и Израилю, так. И смотрите, здесь получается, ну это на самом деле очень такой интересный политический ход. Почему? Потому что откровенные трамписты, которые там немного, которые выступают против помощи Украине, они, например, никак не могут выступить против помощи Израиля. Я хочу напомнить, что именно при Трампе и при республиканской партии фактически Соединенные Штаты поддержали эту инициативу признания Иерусалима столицей Израиля, которая неоднозначно воспринимается многими странами вообще в мире, не только там в регионе. Но они вот занимали такую жесткую позицию. И они могут оказаться в такой ситуации, что смотрите, вот пакет, здесь Израиль, здесь Украина, там Россия, тут Хамас, разницы же никакой по большому счету нет. Там за Хамасом стоит Иран, Иран же стоит за Россией, помогает России. И как они в этой ситуации себя будут вести? Ну, вот тут вопрос, как бы, такой, знаете, риторический. Скорее всего, они будут за это голосовать. Поэтому единственный вопрос, который сегодня может реально подниматься и который реально представляет определенную такую проблему, это просто вопрос времени. Как долго будут принимать это решение? Но опять-таки это внутриамериканская история. Вот как они со спикером разберутся? Как они этого спикера выберут? Ну, вот предыдущий, которого сняли, его пять дней выбирали. И там, по-моему, 15 раз голосовали или 17 раз за него. То есть это абсолютный рекорд был. Поэтому не исключено, что такая эпопея будет продолжена. Но она рано или поздно закончится, поскольку все американские политики, смотрите, какие бы лагеря они ни представляли, но они, тем не менее, ответственны с точки зрения вот этой ответственности перед своими избирателями. Поэтому они все сделают так, чтобы система заработала и к какому-то компромиссу обязательно придут. И Украина будет частью, кстати, этого компромисса. Да. Что ж, тем временем президент США Джо Байден сегодня прибывает с визитом в Израиле. Уже были кадры, где он встречается с премьер-министром Бенемином Нетаньяху. Главная цель этого визита – продемонстрировать солидарность со стороной, с правительством, с простыми людьми, израильтянами. Важно подчеркнуть, что госсекретарь Шаэнтони Блинкен уже дважды с момента начала войны побывал в Израиле. Буквально позавчера проводил ряд встреч и переговоров. Игорь, как вы оцениваете сейчас важность этого визита? Чего ожидается? Сторона Байдена говорила, что в том числе будут задаваться неудобные вопросы израильской стороне. Ну, смотрите, этот вопрос в первую очередь, конечно, наверное, должен был касаться той ужасной ситуации, которая случилась с больницей в секторе Газа. Но та информация, которую сегодня утром... Израиль всячески отвергает причастность к этому. Ну, знаете, ну, Израиль, он же не просто как бы голословно отвергает это, да, они предоставляют соответствующие документы, факты, видео. У меня, допустим, то видео, которое я видел, и те разъяснения, которые были даны Сахалом в том числе, ну, они убедили, что это явно не пуск со стороны Израиля. То есть Израиль использует совсем там другой тип бомб, и к чему приводят эти удары, мы прекрасно видели. А здесь мы видим, вот, смотрите, ну, здания целые, да, там сгорела парковка, но очень похоже там именно на падение ракеты. Но Израиль при этом ракеты не использует именно такие, которые используют, например, тот же Хамас или там вообще исламский джихад. И Байден сказал, это очень важный момент, что он, как бы, считает по состоянию на сегодня, что вот та информация, которая у него есть, а поверьте, я думаю, что ночью американские аналитики и спецслужбы очень активно в этом плане работали, собирали всю необходимую информацию, потому что такие заявления, ну, когда президент делает, они должны быть подкреплены фактами. Он сказал, что это явно, как бы, не Израиль. Ну, с другой стороны, проблема вот неудобности этих вопросов, она остается, потому что никто пока по состоянию на сегодня не знает, что будет дальше делать Израиль в контексте решения вот этой ситуации в секторе газа. Израильские аналитики, журналисты пишут, что наземная операция, она неименуема, то есть она будет обязательно проведена, будет взят под контроль весь этот регион, там 360 квадратных километров, и Хамас будет полностью уничтожен. Понятно, что это может вызвать какие-то дополнительные шаги со стороны некоторых государств в регионе и некоторых террористических группировок, то есть они могут подключиться к войне, и Штаты должны просто четко понимать, к чему это приведет. Но самый главный вопрос, ну, это финальный какой-то план, который есть, он нет на сегодняшний день у Израиля, мы пока не знаем, как они вообще собираются решать дальше проблему газа, то есть оставить все, как было до этого, ну, только уничтожить Хамас, или все-таки как-то реализовывать какие-то другие там инициативы, с которыми они могут сейчас выступать. Поэтому вот по этому поводу Байден и Таньяху, они, безусловно, будут говорить, уже, наверное, говорят. И они могут задавать друг другу, в принципе, неудобные вопросы. Почему? Потому что это стратегические партнеры. И вот в этом, кстати, нет ничего такого. Опять-таки, там, российские СМИ, допустим, или СМИ, там, антиизраильские, они вот это высказывание Байдена подхватили, что Байден там чуть ли не ругать будет на Таньяху или что-то там от него требовать. Ну, они не понимают одну простую-простую вещь. Как раз между партнерами, союзниками, друзьями. Вот допустимо, как раз говорить на различные темы, в том числе и на очень приятные. Ну, зачем там заниматься каким-то дипломатическим политессом? Если есть какие-то конкретные вещи, эти конкретные вещи надо решить. А Байден про конкретные вещи сказал очень четко. Израиль имеет полное право себя защищать, Хамас должен быть уничтожен. Ну, и мы надеемся, что дальше как-то вопрос Палестины будет решаться. Да. И канцлер Германии Олаф Шольц также накануне посетил Израиль с визитом в Солидарности. Тоже были встречи и с премьер-министром Бенименом Нетаньяху, и с президентом Ицхаком Герцогом, и родственниками немецких заложников, которые были вывезены в сектор газа. Вечером Олаф Шольц отправился в Египет. И, правда, в аэропорту Тель-Авива, ему вместе со своей делегацией, пришлось лечь на землю. Звучала воздушная тревога. Был ракетный обстрел. Давайте посмотрим, как это было. Покажите, пожалуйста. Это немецкая делегация. Направляется к самолету, и были вынуждены все буквально лечь на землю. Накрыть голову руками, потому что все было очень серьезно. Да, видим, как сложно такие высокие визиты организовывать с точки зрения безопасности. Это все действительно страшно. И перед отлетом Шольц предостерег, кстати, власть Ирана, а также ливанское радикальное движение Хазбалла, предостерег от вмешательства в конфликт между Израилем и Хамас. Об этом, наверное, будет сегодня с такими же предупреждениями выступать и президент США Джо Байден. Игорь, как вы оцениваете, насколько реально угроза со стороны Ирана и Хазбаллы сейчас, тем более после этой страшной трагедии в больнице Газы, наверняка заверения Цахал о непричастности для них не станут аргументом. Ну, им, к сожалению, на это плевать. Они же занимаются не пуском объективной информации, они занимаются банальной такой пропагандой. К чему, кстати, очень напоминают один в один Российскую Федерацию. Сто процентов. Я только хотел сказать, знаете, здесь вроде все факты налицо. И спутники, и дроны показывают, что израильская армия непричастна. Ну, пожалуйста, давайте Еленовку вспомним. Когда... Ну, смотрите, ну, тут же, кстати, нечем управляться. Да. Потому что те люди, которые работают на этих каналах, они, знаете, в какой стране учились? Ой, на удивление, в Российской Федерации многие. То есть у них одни и те же были учителя, которые им рассказывали еще, как надо заниматься дезинформацией, там, пропагандой и так далее. Вероятность вот вступления именно непосредственно в войну в Иран, на сегодняшний день, ну, наверное, как бы невысока. Потому что Иран понимает, что это однозначно потянет за собой столкновение с Соединенными Штатами. Готов ли Иран к такому столкновению, ну, слушайте, две авианосные группы, которые отправились туда, в регион, они, по большому счету, могут очень быстро и очень кардинально решить проблему. Ну, реально могут, да. У них есть для этого все, как бы все средства на борту. Поэтому Иран, скорее всего, ограничится какими-то очень громкими заявлениями, поднятием там флагов над мечетями. То есть они там подняли черный флаг, еще какие-то там вещи. Ну, это как у них сигнал, да, вот соответствующий там про что-то. Ну, и, конечно, подсуживанием, под наускиванием вот своих прокси, того же там Хамаса, возможно, Хизбаллы. С Хизбаллой несколько другая ситуация. Они могут, в принципе, знаете, сорваться в последний момент. Они пока держатся. Потому что, опять-таки, мне кажется, вот гнев Цахала, когда вот они отреагировали на вот этот террор, и скорость, какой Израиль просто мобилизировался, видимо, она несколько шокировала ту же Хизбаллу, потому что они думали, что, может быть, как-то будет по-другому, да, может, там кто-то поразбегается куда-то. А Израиль за полторы суток он мобилизировал почти там 400 с чем-то тысяч человек, которые очень прилетели со всех концов мира, и те, которые были непосредственно в Израиле, встали сразу под ружьей и приготовились к отражению как бы любых атак. Поэтому в этом плане будем все-таки надеяться на максимально позитивный сценарий, что на секторе газа все и закончится. То есть вот там как-то вопрос будет решен. Израиль, скорее всего, еще раз повторю, проведет наземную операцию, возьмет эту территорию под контроль. Это не будет, кстати, быстрая операция. Как бы не хотелось там какой-то, знаете, легкой прогулки и так далее. Но, с одной стороны, что такое 360 квадратных километров, это не так много. Это, по-моему, даже чуть меньше Харькова, что-то в таком плане. Ну, как города, да. Но там очень плотная застройка, там эти тоннели. То есть, в принципе, это явно будет достаточно долго происходить. Но на этом может быть поставлена как бы точка. Дальше начнется какой-то процесс мирного урегулирования, долгого там и так далее. И в этом плане, кстати, визиты Байдена, там и Шольца, и всех остальных какие-то сопредельные государства, они очень важны, потому что от позиции этих государств на самом деле многое зависит. И вот тут, знаете, это парадоксально, но реакция, допустим, там Иордании или Египта, которые, с одной стороны, сказали, мы там полностью на стороне Палестины, призываем Израиль прекратить удары и так далее, и тому подобное. Но Хамас они, конечно, не поддерживают, потому что это же террористическая организация. Но при этом они сказали, ну мы не будем пускать беженцев. Вот это была самая показательная история. То есть они показали, что, пожалуйста, локализируйте конфликт вот на той территории, на которой он сейчас происходит, и давайте не будем его как-то там интернационализировать и так далее. Вот это вот сигнал, и в принципе будем надеяться, что этот сигнал удержит Иран, Хизбалу, Сирию от каких-то радикальных там действий, ну и попыток подлить масло в этот конфликт. Потому что, понимаете, когда Израиль уже, ну в принципе делает то, что он делает сейчас, если еще вмешаются эти страны, ну Израиль не будет вообще себя сдерживать с точки зрения там каких-то проведения военных операций, ну и многих других вещей. И поэтому в этом плане будем надеяться, что пойдет как раз по такому более-менее оптимальному сценарию. Ну и плюс подключились же мировые лидеры, которые пытаются как-то найти какой-то компромисс. Макрон собирается тоже приехать только как-то. Они все туда приедут. Это безусловно как бы правильный шаг. С одной стороны солидарность там против террора. Вот Натаньяху там с Зеленским по телефону поговорил, да, они обсудили там все эти вещи. То есть это важные как бы моменты, которые показывают, что в принципе все страны цивилизованные Израиль поддерживают. Ну понятно, что через какое-то время начнут напоминать о необходимости каких-то там мирных переговоров, решения этих вопросов и так далее. Поэтому тут, знаете, все сводится к тому, насколько быстро будет уничтожен Хамас. Сейчас в интересах наверное всех в регионе, чтобы эта террористическая организация как можно быстрее прекратила свое существование. Вообще было бы идеально, чтобы они просто сдались, отдали бы всех заложников, которые они держат. И тогда бы вот реально это принесло бы мир на эту землю. А так, пока они будут сопротивляться до конца, их конечно будут выбивать, ну а дальше уже начнется процесс каких-то там длительных переговоров. Смотрите, и еще один важный момент. За всем же этим незримо наблюдает Китай. Он как бы не принимает никакого прямого участия. Но я думаю, что по своим каким-то дипломатическим каналам они, например, Ирану, с которым они имеют очень тесные отношения, передали ну такое пожелание, извините, не делать глупостей и не начинать как бы очередную глобальную такую войну ну уже в другом регионе. Им хватает неадекватного Путина, понимаете, который там оказался не готов вообще вот к этой истории и он не может сейчас про себя заявить как альтернативный какой-то центр влияния. Почему? Потому что у Китая просто на это не хватает ресурсов. И в его интересах чтобы это опять-таки все успокоилось, все закончилось и никакая глобальная война там после этого не началась. Так, раз уж вспомнили Путина, давайте поговорим о его визите. Сейчас он находится в Пекине, принимает участие в форуме «Один пояс, один путь». Сегодня у него запланированы переговоры с лидером Китая, Си Цзиньпином. В российском МИДе сообщили, что это будут переговоры как в расширенном формате с делегациями, так в узком, с глазу на глаз. Чего вообще можно ожидать с этого визита? Знаем, что в последний раз Путин был в Китае за три недели до российского вторжения в Украину, когда в Пекине проходили зимние Олимпийские игры. Что сейчас Путин? Будет просить оружия ли на такую помощь Си Цзиньпин? Ну, никаких поставок прямых оружия со стороны Китая России не будет. То есть, в Китае все прекрасно понимают, что если про это станет известно, то о каких-то нормальных взаимоотношениях экономически. Прежде всего, с странами Запада можно будет забыть. А основные рынки для Китая находятся именно там. Поэтому Путин будет делать то, что он, кстати, уже сделал. Он будет предлагать любые условия со стороны России для интенсификации. каких-то экономических взаимоотношений с Китаем. Они там какое-то соглашение подписали чуть ли не до 30-го года по поставкам продовольствия, еще там какие-то вещи. Ну, грубо говоря, Путину нужно сейчас максимально быстро, максимально масштабно распродать свою страну и распродать свои ресурсы. Тут, кстати, про выгоду вообще речь не идет, потому что все, что предлагает Россия Китаю, ну, это не идет ни в какое сравнение с тем, что они в реальности как бы могли бы заработать. Там была еще очень такая смешная история с Газпромом, который сказал, что мы вот сейчас там подписали тоже, собираемся, точнее, подписать до 30-го года соглашение с Китаем и будем поставлять туда столько газа, что это перекроет с лихвой все поставки, которые мы раньше делали в Европу. Ну, и тут российские журналисты, это вообще парадоксальная ситуация, просто как бы на секундочку посмотрели на цифры и говорят, так вы в Китае будете там 20-25 миллионов поставлять, а в Европу в 21-м году было 145. То есть, это вообще как это может перекрыть? То есть, это капля в море по сравнению с тем, что у вас было раньше. Но других альтернатив нету, поэтому Путин туда проехал просто торговать по максимуму теми ресурсами, ну, в обмен на какую-то минимальную политическую поддержку, ну, и в обмен на те деньги, которые Китай все-таки за это все платит и без которых Россия на сегодняшний день просто не может обойтись. А вы слышали, Игорь, как Путин прокомментировал применение ракет Атакам с... Ну, смотрите, это на самом деле... Просто для зрителей, да, он сказал, зачем ракеты забирайте и другое вооружение и пригласил Байдена в Москву на блины и чаепития. Что это? Смотрите, это на самом деле вообще должны комментировать не политологи или журналисты, а психиатры, но на самом деле это вот классический пример того, что он пытается ну, типа высмеять какую-то проблему, которая для него на самом деле колоссальна. Но делает он это очень как бы тупо, потому что, ну, для этого надо же обладать определенным чувством юмора, чтобы как-то удачно там шутить. Он просто начал говорить, что если Украина побеждает Россию, то есть это он сказал, как это говорят на Западе, то зачем им это камсы? Ну, как бы, ну, чтобы быстрее просто победить, ну, чтобы не растягивать, как бы, это же не удовольствие, да, то есть мы же заинтересованы в том, чтобы это быстрее произошло. Потом он говорит, это плохое решение США, это продлит агонию пауза, потом, Украины, ну, то есть он хотел, наверное, сказать агонию России там или войны, но надо же как-то это все переделать. То есть он выглядел настолько неубедительно, и он уделил, кстати, этой теме столько внимания, что начало фразы о том, что мы вообще на это не обращаем внимания, но выглядит очень странно. Если ты на это не обращаешь внимания, то не говорит, да. Так зачем ты это комментируешь, там, чуть ли не 10 минут, в принципе, конференции, которая насыщена там по каким-то вопросам. Так за раз сколько вертолетов было уничтожено. ты как вот эта пластинка, ее там, значит, крутишь, 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 и постоянно повторяешь, что как бы мы к этому готовы, это никак не повлияет, но при этом, ну, с ним же там был Шойгу, и понятно, что у них теперь очередная проблема, они уже не знают, потому что, в принципе, и так уже в Черном море и без Атакамсов постоянно прилетало и топило, теперь если они его даже куда-то еще там передвинут, и туда долетит. Поэтому для них это на самом деле очень большая проблема, и то, что Путин на этом сосредоточил свое внимание, как раз говорит о том, что он, может быть, хоть на какое-то время вышел со своей виртуальной реальности, которую ему там рисуют, и просто понял, что это действительно вот то оружие, которое может серьезно повлиять на ситуацию на поле боя, но явно не в пользу Российской Федерации. Она и так, в принципе, складывалась не очень хорошо, ну а по факту будет складываться еще хуже. Я думаю, что после его возвращения он еще даст какую-то пресс-конференцию, если у него сил, конечно, хватит на это, и обязательно скажет, что опять достанет ядерную дубинку, начнет там стучать по столу и говорит, что тем более Госдума там же вышла с вот этого договора, начала процесс отзыва, скажем так, России, и до 19-го числа они хотят это завершить, как бы, и начнет рассказывать, что вот у них атакамсы, у нас же там фактическое ядерное оружие и так далее и тому подобное. Ну то есть ничего нового, но акцентирование внимания свидетельствует о том, что это реально проблема, это то, чего он не ожидал и в то, что он, наверное, не верил. Потому что российская пропаганда несколько месяцев рассказывала, что никаких атакамсов никогда Украина от Соединенных Штатов не получит. Ну, в принципе, они до этого рассказывали то же самое про танки, потом про F-16, а как говорил Путин... Шольца это тоже сподвигнет принять правильное решение по ракетам. Ну, Шольцу уже, в принципе, и деваться некуда. Почему? Потому что он настолько тянул и постоянно, говорят, внутри немецкого политикума кивал в сторону Штатов, что вот, мускай они какой-то первый шаг сделают, ну вот они сделали. Уже оно прилетело оккупантам, теперь у него, в принципе, как бы вариантов замять этот вопрос на какое-то время немного осталось. Да. Что ж, спасибо за эту беседу, спасибо за ваш оптимизм. Игорь Терович был в нашем эфире, политолог. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok